Библейский портал экзегет.ру представляет Важно было рассказать о том, что династия Давида действительно укрепилась, что Соломон — это тот царь, которого выбрал сам Давид, который одновременно был угоден Богу. Важно было рассказать повествователю, что, тем не менее, это не было безоблачное такое. Знаете, все обрадовались, все поблагодарили Бога за нового царя, и дальше все было хорошо. Совсем не так. Но как мы это читали в прошлых главах? А вот третья глава — а как Соломон будет выстраивать свои отношения с Богом? И вообще вот Соломон такой уже царевич, который с самого начала своего правления знает, что он царь. Вот с Давидом этого не было. Давиду приходилось трудно и тяжело добиваться этого достоинства царского. Соломону все далось легко. И третья глава начинается с еще одного эпизода. Соломон пронялся с фараоном, царем египетским, взяв в жены его дочь. Между прочим, это очень серьезная вещь. То есть Египет — это великая держава на границах с Израилем. И если фараон выдает свою дочь, ну, понятно, что у него тоже много жены, этих дочерей, наверное, тоже не один десяток. Но все-таки это уже политический союз с Египтом. И это уже широкое международное признание. У нас вот до сих пор гордятся, что Анна Ярославовна, дочь Ярослава Мудрова, была королевой Франции. Хотя у нее была очень несчастливая судьба, но это значит, что вот в свое время Киевская Русь была признана одной из европейских держав наравне с Францией. Вот так Израиль, ну, конечно, не наравне с Египтом, но все-таки получил важное признание. Он, Соломон, привел ее в город Давидов, пока еще не закончил строительство своего дворца и Дома Господня и стен вокруг Иерусалима. То есть вот еще даже не была, собственно, готова резиденция, да, а уже дочь фараона за него замуж вышла. Но народ все еще продолжал приносить жертвы на высотах, поскольку в те дни еще не был построен храм для Господа. Про храм будет дальше, пока вот до храма. А что же до храма? А, в общем-то, все то же самое, что будет с храмом, просто пока еще не в том месте. Соломон возлюбил Господа, поступая по заветам отца своего Давида, хотя жертвы воскурения он приносил на высотах. Как, кстати, до него это делали тот же пророк Самуил, запросто где угодно. Царь отправился в Гивон, чтобы принести там жертву, ибо там было главное святилище на холме. Еще нет единого центрального культа. На том жертвеннике Соломон вознес тысячу всесожжений, что выглядит как просто немыслимо огромная жертва, то есть тысячи животных были полностью принесены в жертву Господа. Господь явился в Гивоне Соломону ночью во сне и сказал Бог, проси, чего тебе дать? Соломон ответил, ты оказывал отцом и ему Давиду великую милость. Он поступал пред тобой истинно и справедливо, от чистого сердца, и ты сохранил для него эту великую милость, даровал ему сыну, ныне сидящего на его престоле. Господи, Боже мой, вот отношение Соломона с Богом строится как продолжение отношений Давида с Богом. Не просто я такой, я такой, а вот я сын своего отца. Я дарован ему по его молитвам, по его верности тебе, и я хочу продолжить то же самое. «Ныне ты сделал слугу твоего царем вместо отца моего Давида, а я еще так молот и не знаю, как мне поступать. Слуга твоя посреди народа, избранного тобой, народа столь великого, что его ни перечисти, ни исчислить». Помните, Давид в конце второй книги царей проводил перепись, и мы долго рассуждали о том, почему перепись – это грех, что плохого посчитать людей, а вот именно то, что сказать – это мои люди. И вот Соломон начинает с того, что говорит, даже не нужно их считать, их очень много, они все твои. «Дай же слуге твоему внимание и разумение, чтобы править народом твоим и добро отличать от зла, а иначе кто же может править столь великим народом твоим?» Вот смотрите, наверное, нам всем иногда приходит в голову мысль, вот если бы золотая рыбка или ангел Господень, или кто-то еще явился и сказал «исполню твое желание», чего бы мы попросили? Ну, денег это пошло, что там еще можно попросить? Ну, наверное, благополучие себе и всем своим близким, здоровье, ну, мира во всем мире, да, там еще куча всего. А Соломон просит мудрости. Единственное, что ему по-настоящему нужно, почему опять-таки мудрость? Для того, чтобы быть самым главным и самым умным, для того, чтобы управлять народом. Вот ответственность царя, он понимает, что царю, в общем-то, нужно одно – мудрость. Ему нужно принимать решение. Ее он и просит. «Угодной была Господу такая речь и такая просьба Соломона. И сказал ему Соломон, за то, что именно такова твоя просьба, не просил ты себя долголетия, не просил богатства, не просил жизни своих врагов, а попросил разума, чтобы править. За это я поступлю по слову твоему. Я дарую тебе сердце мудрое и понимающее, такое, что не было подобного тебе прежде и после тебя уже не будет. Но дам тебе и это, чего не просил, и богатство, и такую славу, что не будет равного тебе меж царями во все дни твои. Если будешь ступать по моим путям, соблюдая заветы мои, как поступал отец твой Давид, то я продлю твой век». Вот все сразу. Вот почему так бывает. Давид мучительно боролся за то, что тоже должен был получить от Бога, за царский престол. А Соломону стоило только один разочек помолиться. Ну да, тысяча всесожжений, но все-таки, наверное, не последние животные из его стад. И сразу все. А вот так бывает, вот потому что Давид собирал, потому что действительно отношения между Давидом и Богом продолжились в отношениях Бога с Соломоном, его сыном. И мы получаем то, что для нас подготовили родители, да, и передаем своим детям то, что подготовим для них. В том числе отношения с Богом, хотя у каждого свои, да, то есть не то, что это автоматом переносится на Соломона, но Соломону есть что наследовать, ему есть что продолжать. Когда Соломон пробудился, это было сновидение, он отправился в Иерусалим, предстал перед Ковчегом Завета Господня, принесся сожжение и першественные жертвы и задал пер слугам своим. Ну вот у него уже есть достаточные возможности для того, чтобы совершать эти пышные богослужебные действия, жертвоприношения. И дальше знаменитый эпизод, ну, смотрите, вот царь перед Ковчегом Господнем, Завет, вот эти все отношения, мудрость. И дальше всего лишь один маленький пример, который все, конечно, знают прекрасно, но он так резко контрастирует с вот этой торжественностью и пышностью. Казалось бы, вот после всего этого должно было там быть, ну, я не знаю, первосвященник просил Соломона разрешить трудный богословский вопрос, и он его с успехом разрешил, да? Вот по стилю же подошло бы. А тут история про блудниц, причем скандальная история. Затем пришли к царю две блудницы и пристали пред ним. Она сказала, выслушай, мой господин, я и эта женщина живем в одном доме. Да понятно, в каком доме живут блудницы. И в этом доме я при ней родила. Ну, понятно, от чего родила, от неизвестно какого молодца, да? Вот вообще просто резкое снижение стиля. Мы с этих высот богословия плюхаемся в грязь публичного дома. Зачем? Почему? А через три дня после моих родов родила я эта женщина. Нас было в доме двое. Никого постороннего, кроме нас, не было там, только мы вдвоем. Ночью умер сын этой женщины. Задавила она его во сне. И вот она ночью встала, взяла сына моего от меня, служанки твоей, положила себе на грудь, а мертвого ребенка положила мне на грудь. Встал я утром покормить сына моего, а он мертв. Но я вгляделась в него при утреннем свете. Это не был мой сын, которого я родила. А другая женщина говорит, нет, это мой сын жив, а твой мертв. Та же отвечала, твой сын мертв, а твой жив. А мой жив. Так и спорили они перед царем. Ну, что сделал бы нормальный царь, идите отсюда. Вы что вообще, совсем с ума сошли? Вы куда лезете? Вы грязные блудницы. Ну, не можете разобраться уже вообще. Так бы, наверное, ответили очень многие. И можно задуматься, а почему этот эпизод нарочито грязный? Да, вот даже не сказано просто две женщины, а блудницы, да, которые не имеют никого, кроме, собственно, своих этих самых детей, рожденных от непонятно какого мужчины. Вот почему так? А потому что и они охвачены этой мудростью. А потому что царь это не только тот, кто в красивых одеждах присутствует на торжественных богослужениях, праздничных церемониях, военных парадах и так далее. Царь это тот, кто входит в жизнь своего народа, не исключая и таких его представителей. Если он мудр, значит, в этой ситуации он примет самое мудрое решение. Если он мудр, значит, он не будет говорить, что вот эти вот тетки, они вообще недостойны того, чтобы на их скандальный случай внимания обращать. А главное, как его разрешить? Потому что генетического анализа не было еще тогда. Младенцы, на мой взгляд, они похожи друг на друга, а не на родителей своих. Хотя люди находят какое-то свойство с родителями обычно у младенцев. И понятно, что женщина, обезумевшая от потери собственного ребенка, готова не принимать эту страшную новость и делать вид, что другой ребенок – это ее. А может, они вообще вот в этом их, знаете, публичном доме, они не очень-то разбирались, где там чей ребенок. Может, они их просто перепутали в конце-то концов. Царь сказал. Ну, конечно, нет нужды подробно пересказывать смысл этого суда. Что тот, кто любит, тот скорее расстанется, чем уничтожит. А тот, кто присваивает, тот скорее уничтожит, чем отдаст. Что настоящая мать готова отдать ребенка другой, лишь бы он был жив. А мать подложная воспринимает ребенка как некий актив, некую вещь. Если не ей, то пусть его уничтожат. И много из этого можно сделать всяких выводов, но самое интересное, что действительно это единственный пример мудрости Соломона. Вот дальше она будет все время восхваляться, к нему там царица приедет, иностранная с дружественным визитом. А пример-то только один. И пример скандальный, и пример мелочный. Не то, что он там придумал, как Иерусалим построить лучше, или как там войну какую-нибудь выиграть, или как там, я не знаю, урожая собрать три раза больше. Это было бы для царя вот масштабно. А всего лишь две блудницы поспорили. А вот нет для народа Божьего мелочей. Вот нету. Так же, как для этих женщин не было ничего важнее, чем вопрос, чей сын жив, так и для Бога жизнь каждого из этих младенцев, из этих взрослых женщин, она драгоценна. Она важнее каких-то побед над врагами, важнее там урожаев, важнее там строительных программ. Мы до сих пор, кажется, этого не понимаем. Но история про Соломона продолжится в четвертой главе.